Всем привет! Сегодня 17 сентября, погода еще отличная. Сегодня поеду на гору, наверх, откуда прыгают парапланисты. Там говорят офигенный вид, а я там все еще не был. Поеду с другом на великах. Должно быть сложно, но интересно. Экшн-камера меня чего-то подвела, я думал, она заряжена. Походу нет, и в итоге я поднимаюсь только со смартфоном. И снимать подъем не получается. Потому что все-таки руки нужны. Но главное, я не сниму спуск. А вот это печально. О, охлаждение пошло! Обычно можно только пугаться с российских домов и дач, дачных участков. А этот меня прям впечатлил. Хорошо так, трава красивая, растения какие-то интересные. Вот тут прям кумба из камней. И кактусы растут. Так офигенно смотрится. Типа скворечник в виде светофора на столбе. Стена из покрышек сделана. Единственное, что напоминает, что Россия разбитый жигуль. У меня уже с головы стекать начинает. Я в говно въехал. Ого. По всей дороге расплескана как-то. Забираюсь я, значит, в гору, и тут погоня. Мышь за мышь не бежит, и обе прям на меня. Они меня в последний момент увидели и разбежались в разные стороны. Ее, короче, схватить важно. Бука, вот они, аэродинамика крутая. Может, сукнёт ещё. А защита. Безстрашный мышь. Двигается. Оп. Вы меня достали, типа. И реально поймать можно? Угу. Взять в руку прям, и не спешит. Куда она делась? Вот, под листом сидит. А. Ну, сами шевелит. Да. Забираемся наверх. На самом верху-то я не был, а вот через лес сюда мы когда-то ходили. И мне вот это место очень запомнилось. Чей-то участок, он вроде нежилой, как плантация персиков. Ну, и немного пчёл там в конце. Глянь, цветочные поля. Куча этих деревьев. И вот там такой спуск, глянь, там плантация из них. Мы когда приходили, тут типа трава была покошена, и вот этой сухой травы не было. И оно красивее смотрелось. Там город офигенный вид. А на горе вышка сотовой связи, скорее всего. И так охота на неё залезть. А фиг кто пустит. Скорее всего, как и на той, на которую я пытался залезть, охрана будет внизу. И всё. Мы уже близко к цели. Тут какие-то палатки стоят, вроде с охраной. Вон одна и газораспределительных несколько штук с оградой. Вот одна, вторая секция и третья. И тут ещё вышка сделана, чисто громоотвод типа. На ней даже базовых станций нет. И вот ещё одна. Тут газопровод магистральный проходит. И просека такая в лесу сделана, ещё древняя. Года три назад тут всё переделывали, обновляли вот эти, ставили громоотводы типа. И тут такая бандура стоит и шумит. Охват. Не подходить. А я хочу подходить. Блин, проблема. О, энергетические технологии, да. И номер есть. Прикинем, типа, подождите. А что у вас тут в лицензии? Какие-то хрени синие. Да. Оно пыхтит, короче. Написано, что входит. Да, да. Какой-то объясните. А я такой от жажды прям тут офигеваю. А тут ботылка воды. Вот бы туда залезть, а. Это та самая вышка, которую я внизу показывал. Мы уже до неё доехали. На самом деле внизу намного больше путь пришлось преодолеть, чем тут. От верха до самого верха. Тут уже полегче. Самое сложное внизу. Вон она, труба котельной. И мы фиг знает где от неё и намного выше за счёт горы. Это бы такой вид хорошего небоскрёба был бы, если бы в Сочи он был. На город. Офигенный просто. Сейсмо. Территория. Заехали мы сюда. Жутко пить охота. Но оказалось это, не знаю, ну примерно так же, как я и ожидал. Не сложнее и не легче особо. Мы, оказывается, почти здесь уже когда-то были. Пешком приходили по лесу. А в этот раз с великами. Ну, пешком, естественно, легче. Те не надо с собой всё тащить. И темп подъёма ниже, соответственно, оно и легче получается. А, тут дальше ещё куда-то дорога идёт. Мусора, естественно, накидали. Резики, пиво и всякие напитки. Ещё куча мусора. А ещё там чувак собирается, видимо, сигать. Полетать. Хочу туда залезть. Ну и на самом деле тут, видимо, охраны нет. Как опять же на своей вышке на плавке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали мы назад другой дорогой. Не так как поднимались. Вот крюк делаем через гору. И тут такая преграда водяная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрел я карту. Мне по карте показалось, что тут и тут дороги. Одна прямо, а другая направо. Но я представил дорогу такую грунтовую. Вот это вот направо. Куда нам надо? Там нужен очень жёсткий вел. Или кроссовый мотик какой-нибудь. танцев а то что казалось главной дорогой от которой нам надо повернуть это вот это вот это вообще тропа какая-то лесная что ты думаешь об этой горета ну-ка туда к сам спускаться да чувак на полусликах приехал гладенькие шины по вот такой вот жести офигеть я порвать боюсь колеса спуск тут очень крутой мы решили не спускаться туда а поехать назад проверенным путем потом какой-то экстремальный спуск вообще непонятно для чего кажется что там даже на квадроцикле не проехать колючки нельзя так делать блин мы начали спуск у меня тормоза горят очень жалко их начал спускаться надо было смартфон переложить слышу чё-то пахнет дымом смотрю уже дым прошел задний диск дымится конкретно и я только начал спускаться смотрите там еще все внизу особо вроде бы как останавливаться и дать им остыть будет самый нормальный вариант очень жаль что нет камеры с собой ладно погнал приехал назад скатились очень быстро всего за 15 минут спустились вниз там дальше с тормозами было легче горели они на самом верху дальше спуски не такие крутые были и очень лихо прокатились спускаться конечно классно но слишком долго заезжать заезжать где-то час может чуть больше спускались 15 минут всего погода радует я прям офигенно как летом вспотел зажарился хоть в душ идти или на реку но через два часа гонка пошел я готовить телек и чего-нибудь перекусывать на этом пока все всем пока а еще народ я тут хабал арбузы когда обязательно семечки не в мусорник нес шкорки типа выкидывал а семечки обязательно куда-нибудь насыпал на землю чтобы дать им шанс прорасти большую часть выкидывал задом но часть бросил цветам в горшки и посмотрите что из этого вышло симпатяги проросли только что с ними теперь делать они может кактусом жить мешать будут вот здесь еще несколько штук чудаки так и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok